Славянское Одинство 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 Приступок выпускники миновали, однако напереде мнозство дорог. Кожан, гаджакая на житевом шляху, немало перешкот и выпробованил. Одно с головных и в изначальных распочнется уже на наступном тыдне. Централизованное тестирование. Однако без сомнению можно сказать, что отриманный капитал ведов станет надеянной опорой у дорослым в житии и допоможет сделать правильный выбор. А коли выпускники с долей заховать свою працавитость и отказность, им будет за все дысподорожничать поспех. Я думаю, что они этот уже урок жизненный усвоили в школе. Трудиться, трудиться, трудиться. Только так можно действительно стать успешным, грамотным, конкурентоспособным. И на рынке труда, и вообще в жизни. Поэтому, дорогие ребята, не забывайте эту прописную истину, и у вас все в жизни будет замечательно. Успехов вам! Своясабливая рыса по межзятинствам и доросным житем подведена. Это развитание с тем, что стало вельми близким и родным. Никто не ведая, что чакает их напереде, лишь куды б не привел житевый шлях, об годах навучания каждый за все дыбуде вспоминать, як об самых счастливых и радостных. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Урочистая линейка. С на годы 11-го выпуска навученцев пройшла сёння у специализованном ліцеи при Университете громадянской обороны. Святочная форма, боевый настрой и бадёрасть духу. Стены родной установы на этот раз покидают 38 человек. Уручение аттестатов об агульной средней адукации у ліцеи – не просто урочистая церемония, а напрацованный годами ритуал. Ліцей Министерства по надзвычайных ситуациях открыли у мая 2004-го. За минулый час его выпускниками стали около 400 человек, 80% из которых протягнули в учебу у профильных высшейших научных установах краины. З лику селетних выпускников Амальпалова уже забеспечила себе место в ВНУ, усе дякуючи выдатной в учебе, а так само активному делу в спортивных и культурных мероприемствах лицея в области и краины. Перш, чем уручиться аттестаты об агульной средней адукации, ліцеистов означают узнагородами, дипломами и подарунками. Одному новотворочистых обставинах присвоивают спортивный разряд кандидата у маэстри спорта. Такими выпускниками Нельга Неганарыца. Безусловно, сегодня выпускники лицея уже проходят службу в гарнизонах нашей страны и однозначно носят свой вклад в целом в безопасность нашей республики. В том числе занимаются воспитанием личного состава, показывают достаточно хорошие, прекрасные результаты. В целом, мы горды тем, что привели им любовь к родине, долг, честь, отвагу и мужество. Я, пользуясь случаем, хочу высказать слово благодарности, безусловно, преподавателям, командирам тех, кто занимались воспитанием и становлением наших парней. Одной из традиционных часток урочистой выпускной церемонии з'является закладка памятной плиты, до которой, по словах руководства лицея, можно будет вернуться в любой час, только уже в зусім и іншем статусе. А поколь выпускники отримовывают аттестаты, проходятся марши мимо родных сябров и наставников, и им застаётся только уапошний раз выконать приказы командира и подкинуть фуражки у вышиню. Вольно, разойдись! Мы стараемся в своей работе, своей заботой, своим вниманием, опытом, который есть в коллективу, достаточно серьёзный опыт, позволяет нам курировать этих детей и направлять их. В дальнейшем клаване. Отслеживаем мы судьбу, безусловно, переживаем, если что-то не получилось, радуемся их победным достижениям, потому что для нас каждый учащийся лицеист – это как член семьи, большой нашей, которую мы сегодня, повторюсь, выпускаем в люди. Завтра они снимут форму лицеистов и перебранутся в цивильное одзение. Однако ещё долго будут сличить себе частка великой семьи, в какой из них выховали воинов у гонору. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель». Атестаты об эдукации сегодня уручены и 47 выпускникам «Гомельского кадетского училища». Лепшие так само отримали грамоты и узнагороды. Для «Гомельского кадетского училища» это пятый выпуск – линейкого установя, який заусёды проходить во врачистой атмосферы. По традиции на ёй присутничают представники разнастайных силовых ведомствов. Кожный выступает с натхняльными словами для уже былых кадетов. Головное загученного, кабусе свои профессийные навыки, яны выкористовывали на учебных полигонах и николи не принимали удел у реальных боевых деянях. По статистице, переважная большаясть выпускников связывает свою будущую с узброенными силами альбо внутренными органами. Пакульша самый хвалюющий момент – развитание с родным училищем, якое на протягу опошних годов без перебольшевания было другим домом. Тут гэта юнаки и девчаты пройшли саправдную школу життя, отримали веды и набыли новых сяброу. Все четыре года, которые наши кадеты проявили в стенах учебного заведения, они получили самое главное – это то, что они ценят дружбу, товарищество. Они знают, что такое честь, достоинство. Темчасом в установе распочался прием документов, и он завершится на наступном неделе. После будущих кадетов чекают уступные выпребывания. Треба означать, что селета в училище изменился статус. Поступать зараз могут не только жихары Гомеля, но и в области. У ВЕЦ обмерковали программу проведения международного фестиваля «Славянское одинство-2018». Сустреча проставников приграничных областей запланована на 23 червяня. Некоторыми нюансами программы подекавился Олег Синтероу. До начала фестиваля в два три дня, за этот час необходимо закладывать программу и сгодить ее из всеми боками. На Нараде УВЕЦ присутствующая делегация Брянской области. Организаторы ВЕМИ сподяются на уделу святия проставников Черниговщины. Урежье – Головное метро «Славянское одинство. Дружба и сопротивление народов». Самое главное – сюда приедут обычные, простые люди, которые живут на территории Брянской, Гомельской области. Мы приглашаем также и Черниговскую область. Будем рады видеть. Поэтому основное, конечно, это сохранить традиции. Сохранить традиции проведения праздника «Дружба славян». Официйное открытие фестиваля «Славянское одинство» 23 червяня в 11.01.20 хвилин. У насыщенной программе мероприемственно любых густ, выстава ромесников, военная экспозиция, прицовка назад ОСССР, демонстрация национальных страум. Подчас подрактовки до международного фестиваля «Славянская единость-2018» уличу и создаются усе нюансы. У Головного управления ховы здоровья обещают усмотнить местовую медицинскую бригаду. Энергетики предоставляют додатковые крыльницы энергозабеспечения. Задача для «Гомель Абр-Автотранса» – организовать беспирапынные автомобильные взносины помеж Веткой и Гомелем, а при необходности и с иншими регионами. При введении фестиваля «Славянское одинство» попередничает молодежный международный лагерь. Всего лета эту традицию вы решили не порушать. Правда, разгорнутый, и он будет не в Ветковском, а в соседнем Гомельском районе. У двухденной программе тренинги, интеллектуальный марафон, экотуристичная эстафета, шоу-показ креативной моды, плясовка национальных подворков. Причем, сочетать за житем лагеря можно будет в пресс-интернет в режиме онлайн. Молодежный международный пресс-центр, который будет также работать в дни проведения палаточного лагеря, будет основным информационным звеном связующим. И для тех ребят, которые не смогут побывать в лагере, у них будет возможность буквально следить за событиями, за тем, как идет работа в лагере, какие мероприятия проводятся. Всего лета феставальца Славянской Одинства, пресвеченной Году Малой Родимы, и пройдя под слоганом «Родима у сердца моим». Представники России такие подходы потребляют, кажут, что это добрая махчимость представить свой регион. Под обязанности, поколь не поведомляются, а не будет вельми текава. Еще нам надо продумать. И естественно, я уверен в том, что мы удивим всех гостей этого замечательного мероприятия, потому что на Брянщине, как и в Беларуси, и как на Гомельщине, с трепетом относится к Малой Родине. Олег Сентеров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель» – Зветки. У Гомеля подвели выники областного огляду конкурсу на лепшую организацию идеологичной работы у прационных коллективах. У знагороды в разных номинациях отримали 30 переможцев. На врачистой церемонии побывали наши корреспонденты. Конкурс на лепшую организацию идеологичной работы пройшел в 13-й раз. За этот час его переможцами стали около 200 предприятий и организаций региона. Сегодня в этот спис унесли название еще 30 переможцов. Открытое акционерное товариство «Светлогорск-Химволокно» – одно из буйных шмат-профильных предприятий нафтогемичного комплекса Беларуси. Его продукция поставляется больше 40 стран. Стабильная работа позволяет продовольствовать в коллективном договоре додатковые льготы для работников. По выниках минулого года у «Светлогорск-Химволокно» первое место сирот промысловых предприятий. Главная идеология – это создание настроения у людей. А для этого нужно создать надлежащие условия труда, высокопроизводительного, конечно же, условия для получения высокой заработной платы, социальные гарантии, которые колдоговор предусматривает. А у нас он очень хороший, солидный, и мы его, главное, выполняем всегда в срок. Левша организация идеологичной работы сирот будовничьих организаций в акционерном товаристве «Гомель» будут материалы. Сирот организации жилево-коммунальной господарки в Мазырском райжилкамгасе. Сирот установку культуры – в Гомельском палацево-парковном ансамбле. Областный огляд-конкурс проводился в 11 номинациях. Перамужцы отримливаются дипломы и грошовые премии. Яны представляют разные сферы, а лева у всех есть одно огульное. Идеологичная работа только тогда, досягая своих мэт, когда ее и займаются талиновитые, инициативные и творческие люди. Идеолог должен быть харизматичным и влиять на сознание людей. Это действительно так. И эту задачу мы ставим сегодня перед всей идеологической вертикалью. Такие задачи ставит и губернатор области Владимир Андреевич Дворник, чтобы все было направлено для людей и во имя людей. Вся социальная политика, вся социальная поддержка, настроение людей, настроение в коллективах, работа с обращениями граждан. Вот это основные критерии, которые мы предъявляем к идеологам. Олег Сентюров, Вероника Ворошилина, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Знагорода знайшла своего героя празд 28 годов. Докладнее сказать, нагрудный знак за заслуги уручили мать уродженца Чачерского района Сергея Адарченки. У зимку 1990 года да он здесь неусаправдный человеческий подвиг, вратовывучи двух рыбаков. Одного вытягнул из ледяной воды, другого не поспел, загинул сам. Это было на озере Чаросова в Лепельском районе Витебской области. Сергею Адарченку было 30 годов. На этом футаздымке молодым мужчина незадолго до того, как за жизнь невядомого человека отдал свое особистое. Нагрудный знак за заслуги передали мать Сергея, який назавжды застався у памяти товарища у молодым. На врачистые мероприемства пришли земляки-герои. Присутные отдали Данину Паваги, подяковали мать Сергея Адарченки за годное выхование сына. У Гомеля завершился республиканский науково-практичный семинар на тему «Коррекционная работа с детьми дошкольного возраста за сабливостями психофизичного развития». Он объединял специалистов из Беларуси и Украины. Гомель местом сустреча брали не выпадково. После Минска в регионе размещена польза все специальных дошкольных установ. Практичная частка семинара охапила широк тематичных секций. Удельники делились своими напрацовками и досягнениями. Ладилися тренинги и майстер-классы. Одна спляцовок разместилась на базе Гомельского областного центра коррекционно развивающего навучения и реабилитации. Гэта установа маяся правды богатый опыт. Зараз занятки по оперодолению непоевных порушений тут наведывают больше, как 100 детей за сабливыми потребами. Для их створены все необходные умовы и разные формы оказания допомоги. Гэта и безбарьерная сяродзи и коррекционная педагогичная работа в группах и классах занятки с детьми раннего взрослого от нуля до трех годов. Медицинская реабилитация, покой социальной бытовой адаптации, зала физкультуры и шмат иншага. Тут оказывается комплексная педагогичная, медицинская и социальная допомога детям, что безумовно дает эффективный выник. Мы рады, что тот опыт, который у нас накоплен наших педагогов, потому что на нашей гомельской земле педагоги замечательные, и этот опыт они будут транслировать. Но, конечно, опыт будут транслировать не только наши педагоги, а будут педагоги со всех регионов делиться опытом. И вот эта самая значимая, наверное, цель, которая будет достигнута, я надеюсь, в рамках работы этих секций, это то, что все практики, все педагоги обменяются своими наработками, своим опытом работы, обсудят какие-то новые введения, какие-то уже у них отработанные моменты в рамках деятельности с той или иной категорией детей. «Наше одинство, наши перемоги». Под таким девизом в эти дни в Жлобине проходит «Спартакияда студентской молоди союзной державы». Каля 200 студентов с 21 ВНУ Беларуси и России покараются матерский спортивный олимп. Поназирать за баталиями на спортивных пляцовках в Жлобин отправилась Святлана Князева. «Спартакияда союзной державы» для детей и юнацтва что год проходит у четыре этапы. Удельники збираются по два разы на территории Беларуси и России со встречи в Жлобине первой в этом году. Далее чем от снейших возникают у Тымлику у Центра Олимпийского резерва. На каждом из этапов «Спартакияда» с поборницей проходят по разных видах спорту. В Жлобине удельники состракаются на пляцовках по мини-футболе, волейболе, а так само на легкоатлетичной пляцовце. Варто означать, что «Спартакияда» собрала не профессийных спортсменов, а аматоров. С беларусского боку это «Пераможцы» Республиканской универсиады. С российского «Пераможцы» чемпионату Ассоциации студентских спортивных клубов России. На посадку «Спартакияда» ее удельникам было пропоновано откласти олимпийские принципы. Тем не менее, каждый удельник настроенный на «Перамогу». Хотелось бы отметить команды Республики Беларусь по волейболу, которые на сегодняшний день лидируют. Со стороны Российской Федерации по мини-футболу эта команда «Сенатор» также высоко отметилась присутствует борьба, устремленность юношей к победе это самое важное. Сирот основных задач «Спартакияды» физичное, моральное, патриотичное и духовное выхование подрастающего поколения, умоцование сябровских соведей у детей и молодей Беларуси и России. На выполнении этих задач накирована и забавляльная программа. У маршрутных списей удельников наведывание Жлобинского аквапарка, краезнавшего музея, мемориального комплекса детям-ахвярам войны увез в цирронный берег. По слову худельников, у их застались самые яскравые и незабылные уражения. «Тут очень прекрасная образовательная программа, то есть экскурсии. Они все настолько чувственные, настолько необычные. Каждая экскурсия вызывает свои эмоции и переживания, и непереживания, и радости, и восторг». «Организация очень хорошая, нас очень хорошо приняла ваша сторона. Условия проживания, питания на высшем уровне». «Спортикияда союзной державы для детей и юнаства проводится с 2003 года. За этот час в ее приняли удал несколько тысяч спортсменов из Беларуси и России. В этом году следующая студентская встреча отбудется на конец вересня в Могилеве. После жага на спортивную арену выйдут школьники. Примать их будет российский бок. С поборницей пройдусь в Анапе и Волгограде. Светлана Князева, Яугин Макеенко, отелерадо компания «Гомель» Сажлобинского района. Гомельский областный драматичный театр запрашает юных глядачов на премьерный спектакль «Оранжевый вожик». Это свой особливый творчий подарунок для детей, промеркованный до початку летних школьных каникулов. По сюжете у светлым и добром лесе оказывается потешный оранжевый вожик, який еще недавно являлся с хитростью и подманами и доведаться об тем, что треба займаться своей справой и нельга самосверджаться за чужий кошт, який належит соправдной кассы, у этой истории обовязково переможет добро, а у веселого оранжевого вожика появится шмат новых отданных сябров. Спектакль наполнен яркими музычными танцевальными партиями, близкучими жартами и интерактивом с юными глядачами. Детям пропануть не только перонять галунные житевые истины, а также с героями постановки. И еще раз узнать про то, что никогда не нужно забывать про добрые справы и учинки. Дорогие наши самые юные зрители и обязательно их мамы, папы, бабушки, дедушки и тети, приходите к нам в Гомельский областной драматический театр на нашу новую сказку «Оранжевый ежик» и убедитесь сами, что оранжевые ежики бывают и еще какие. У музея автографа Центральной городской библиотеки Мягерцена открылась выстава «Натюрморт молодые крылы». Свои творчие работы представили студенты Белорусского Державного Университета Транспорту, которые навучаются по специальности архитектор. Это уже четвертый экспозиционный проект серый выстав юбилейный для вины уход. Его отделники креативные и талиновитые молодые люди, которые наткнулись лепшими узорами живопису. Зараз яны готовы расправить уластные крыла и отправиться в самостоинный полет в свет мастатства. На выставе представлено 14 работ студентов Белдута, выполненных при допомозе акварели и гуаши. Презентованные творчие полотные они створали под керавництвом старшего выкладчика, члена Союза Мостоков Беларуси Ларисы Зуевой. Натюрморт Я вдохновлялась фотонатюрмортами из-за того, что там большая деталировка и я хотела, чтобы мои работы тоже были проработаны максимально точно. У меня вдохновил один китайский художник. У него просто очень интересный виноград. Акварели мне очень понравилось, я хотела примерно что-то такое повторить, сделать. Поэтому уродились такие картины. Гэты, а так сама инши новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by А я с вами развитваюся. Пленных вам выходных дн и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова